Поехали. Видимо он половину убрал. Бывалый и побольше в два раза. Пойдем давайте так. А кого убрал теперь они увидят. Ну ладно. Что случилось, то случилось. Снегирев, всем доброго времени. Просьба порекомендовать подвозь для яблони. Для яблони я интересовался в свое время. Это яблони пурпуровая ранетка. Ее применяли в Шушенском госоиспытательном участке. Именно пурпуровая ранетка. Результаты я видел. Деревья ломились от яблок. Я подружился с Войковой, директором. Дальше. Я не зная ничего и даже этого не зная. Не успел туда приехать. Сразу в тайгу. По соседям нарезал черенков. Подчеркиваю. По соседям. У них уже были приличные яблоки. Я как вспоминаю. Пипин уже был. Папировка. Белый налив был. Регулёвской потом достал у Бойковой. Ну и так далее. Были полукультурки. Очень много было полукультурок. Их что я делал. Я прямо в тайге прививал, маскировал. То, что просыпалось, то и переносил к себе. Первый этап селекции. И уже в то время у меня были все эти сорта. А потом уже с протянутой рукой. Ездил на Украину. Дружил с кем-то из поселка Майна. Подружился с ветеранами. Подружился с самим Боднером Борисовым. Вот так вот постепенно собрал коллекцию. Вот. И поэтому я начал. У нас сибирки были какие-то интересные. Да, это сибирки. Но у них почему-то были размеры. Вот как на мизинце. Совсем малюхонькие. Даже меньше, чем на мизинце. Прям буквально. Миниатюрные. Да вот таких вот. Причём всё это росло рядом. И всё это было давно. Потому что уже в то время деревья были взрослые. С огромными выражаями. Вот. Ну, я, естественно, на это не выбираю. На всё это криво. А потом уже оказалось так. В общем-то, наука говорит, что этого не надо делать. Потому что будет плохая приживаемость. Не видятся сибирки. Вот. Но так получилось у меня наоборот. Осознал я потом. С каждым годом всё лучше и лучше. Я же вырастил тогда уникальный яблодневый сад. Если его сожгли, я тут уже ни при чём. Я умудрился сдать его в аренду двум семьям. Вот. Этот самый... Предыдущий урожай они видели. Урожай был сумасшедший. Вот. Символическую плату взял. Не хотел я уже заниматься этим. Напарник уехал в Москву, бросил карьеру же. Вот. А ни одному уже не захотелось. Сдал в аренду, а им день была пропахать противопожарные полосы. И всё это сгорело. А на тот момент там было уже всё, что душе угодно. Вот. И всё это было на сибирках. Нет, было половина на сибирках, половина на ранетках. Ранетки я брал в заброшенных садах. К тому времени одичали все сады колхозные. Одичали. Ранеток было море. И вот получилось так, что, повторяю, уже покороче, или ранетки, или сибирки. Но сибирки оккультурены. Я смотрю, сибирка вот такими вот плотиками, прорачивал и прививал. Или сибирка вот с такими вот плотиками, под ней целый ковёр из корневых отводков. Вот. Но это у меня. И вы, допустим, живете в другом регионе. Старые заброшенные сады в вашем распоряжении. Оличавшие, там, почти погибшие. Там найдёте подвой. Иногда с Европы присылают мне фотографии. А там маленькие такие же яблочки, как у меня. Это не сибирка, или нет. Это просто дикая яблочка. И всё. Прекрасно годится. Но всё-таки лучше, чтобы морозыкль был с запасом. А с запасом, ну, что я скажу. То, что саженцы продаёт Сергей, я понимаю, они плодосят по всей России. Это с запасом. У нас бывало так, что, я вспоминаю, вот вы меня спросили совета. Конечно, надо брать по дичей, по морозустойче. Но чтобы уже ветка на нём садилась, уже привитая, чтобы привитые были гены, это же гены этих самых, уже напитанные генами сибирки. Вот тогда сядет на сибирку. А иначе так же получат плохие результаты. И то, что случается и у нас, и у вас. У вас, допустим, советуют как? В Европе, если вы из Европы. Перечисляют. Московская грушовка, Ранец-Сибиренко, Антоновка, так, это Папировка, Белый Налиф, вот этот набор. Вот они очень, мальцойка, на них и приватят. А потом приходят, одна же в Европейскую Россию, минус 40, и по двойным мертвым, и привойным мертвым. Вот так. Поэтому всё-таки, мальцойка должна быть запасом. А это Аронетка и сибирка, новокультуренная, чтобы лучше приживалась. Видите, сколько времени отвечал. Заказывал, все веки на приват, от меня не получили. Я так мечтаю, ваши деньги, чтобы стали моими. А вы, где-то не получил. Давайте, Сергей, так. Давайте так. Ну вот, на секунду зайдём. Вот это вот мой сайт. Набираете три слова. Сайт Садова до Железова. Вот, например, в данном случае, это это самое. В данном случае, а где я сейчас? На Яндексе. На Яндексе. Вот на Яндексе набрали три слова. Сайт Садова до Железова. Вот так, например. Вот буквально, видите, вот этот вот. Вот. Вот тут сайт Садова до Железова. Всё. Вы уже там, где вам положено быть. Теперь. Значит. И когда вы туда попали, вот здесь публикации. Вот. Если вы не так делали. Вот контакты. Вот он мой электронный адрес. На него и пишите. Варианты. Гостевой. А, можно по телефону, по-моему, на WhatsApp. Там. Даже там я умудряюсь как-то сотрудничать теми, кто говорит, тем по-другому не умеет. Всё. Как мог. Ответил на ваш вопрос. Так. Теперь пойдём на лекцию. Обратно. Мы были не на лекции. Мы были. Ага. Пойди теперь. Выскочить-то легко. А как туда попасть? Как туда попасть? Как туда попасть? Ну, давайте я, наверное, выскочить-то я могу. Давайте я попробую туда снова попасть. С нуля. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Поехали. Продолжаем, как могу. Постарался, как мог, ответил. Про подой для яблони. А, заказывал черенки. Вот так черенки заказывайте. Я вам отвечу выше каталог. Ещё и рад буду, если придёт этот класс. Просьба каталог заказать. Валентина Курган. Добрый вечер. Брат Железов. Здравствуй. Виноградов. Здравия. Татьяна Комсомольственного моря. Всем здравствуйте. Валентина Антипова. Здравствуйте. Галина Блинова. Всем здравия. Наталья. Доброго вечера. Соловьёв. Добра и света. Лобасов. Леонид. Всем из Смоленского. В августе. Добрый вечер. Галина. Добрый вечер. Валерий Константинович. Сотдень преврат. Саздник этого года. Абрикос Королёвский. В крону. Четырехлетнего журнала Левитополя. Саздник этого года. То есть, ему исполнился год. Больше преврат не на что. Подвое не вырастет. Или стоит поставить Королёвский. Как они собственные. Беларусь. Ну, у вас теплее. Оставьте, как они собственные. Я бы так сделал. Оставил бы. Можно и в Жирдели прийти. Я ни разу в жизни на Жирдели ничего не поливал. Я даже знаю, совместимая она с дальневосточными абрикосами. Жирдаль тебя с Украины привез. Оставьте. Пусть растет корни собственные. Так. На прошлой неделе заказывал у вас котики по вашему сервису. Ответ. А, я еще один. Да что это такое? Ответа не получил. Еще раз говорю. Я так мечтаю о ваших деньгах. Вы даже не представляете. Мой адрес. Ну, в данном случае, в данном случае, я расскажу, как ко мне попасть. Что можно еще сделать? Может, я пока ваш адрес куда-нибудь к себе затолкаю. Вот тут мы где-то заканчивали. Ох, забуду потом. Забуду. Активированный. Ладно, попробую. Вообще, возможно, вы не там, не туда. Так бывает. Тут уже второй человек подряд. Он до меня не может. И я до него не могу. Идем дальше. Вот так. А, еще на всякий случай телефон. Не поленюсь. Запишу, знаете, почему. И вам обидно без моих материалов. И мне обидно без ваших денег. Я уже цинично говорю. Вот. У меня, дальше вы пишите, Борис. У меня есть стечок яблони. На нем есть волчки. И рядом растут отводки. На что надежнее пырять ваши чернки. Значит, смотрите. И туда, и туда бы, конечно. Я бы не... Ну, увидел бы я ее. Если ей 2-3-4 года, то это прекрасный подводь для скелетных превью. Так. Вот. Чем хороши волчки? Каждый волчок, это будущий саженец. Не волчок, а отводок. Допустим, они рядом. Каждый из них, если полметра в метре растут, в двух. Вот. Это будущий саженец. Взяли, привели на него. Потом отрубили, сырали на сколом земли и пересадили. Вот. Или дичок яблони один, пусть будет несколько привел. Или вот сколько волчков. Нет, сколько отводков, столько у вас будет и саженец. Я за второй вариант. Привелайте. Я в первую очередь отводки. Останусь тогда на дичок яблони. Так. Дальше выпишите. Если привыкать делать садатводок, тогда лучше делать отрез своего кольня от кольням от всего дерева. В этом сезоне или в следующем. В середине лета. Допустим, что вы это весной привьете, да. И пусть себе растет. Вот не отрезая. А в середине лета отрезали, и он начнет обрастать своими корнями. И уже в следующей весной вы сможете его пересадить, уже будучи привитым. Понятен антиповый. У меня на вишне, Владимирска, каждый год очень мало ягод. Можно львать, заказать черешню для привыки. Ни одной. Вы знаете, то я просто жался, потому что черешни у нас в Сибири из-за морозов, они на грани выживания, очень страшно болеют. Я когда-то шелковица так почти потерял. Вот, и черешни тоже. Я тогда перестал два-три раза по черенку высылал. Это уж тем, кто мне обещал расстрелять. Вот. Поэтому, а в этом году и курса нету. Вообще нету. Нету черенков. Все, все превратилось вот. Все замерло, все остановилось. Из-за дикой жары, которая... Засуха до сих пор не закручилась. Три сантиметра снега, мороз. Каждый день, ну, немного. Тридцать, двадцать, тридцать, двадцать, тридцать, двадцать, тридцать, двадцать, тридцать, двадцать, тридцать, двадцать. Ну, немножко выходило за тридцать. Но это редко было. Прекрасная зима. И деревья не гибнут, и почки не страдают. И все так ровненько. А снега-то нет. Чем дело кончится? Не было дождей. Нету снега. Почва все... Сухая, отбор, высмерть. Три сантиметра снега, ничего не решает. Вот. Я отказываю вам через всех. Извините меня. Мне просто нечего резать. Бухтияров. Привет, Сказахстан. Я тоже не пускали в комнату. Смотрел по Ютубу. Как же понятие? Так, ага. Так, я писал на электронный адрес. Я не знаю, если это не случилось, буквально последние 3-5 часов, то это недоразумение. Я не ответил только тем, кто 3-5 часов назад написали. Есть там пару человек. Сергей, если это было последние часы перед вебинаром, тогда все правильно. Я просто не успел. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok